Всем доброго времени суток! Сегодня я бы хотел поговорить с вами на достаточно интересную, дискуссионную и противоречивую тему. А именно, разница между марксизмом, анархокоммунизмом, анархоколлективизмом и анархосиндикализмом. Почему я выбрал данную тему? Ну, потому что подписчик посоветовал, и я решил на эту тему порассуждать. Так что давайте же продолжим! Вообще, безусловно, данные течения изменили огромное количество политических режимов в нашем мире. Изменили наше мировоззрение, а также добавили ряд новых интересных политических движений. И также сделали новую теорию, новую теорию в плане революционного, а также, в принципе, теорию и для философствования. Но, все же, давайте же пройдемся по ряду пунктов. Сейчас я бы хотел разобрать каждую из теорий, а потом поговорить об их разнице. Также, помимо всего прочего, не будем упускать и положительные стороны, и критику с другой стороны. Поэтому давайте же не будем терять времени и начнем наше рассуждение. Начнем с марксизма. Безусловно, разница между марксизмом и анархизмом ясна. Но все же разница внутри анархизма немножечко такая противоречивая. А где-то вообще разницы нет между движениями. Но все же здесь надо разобрать ряд пунктов. Вообще, в принципе, основная база о марксизме прописана именно в самом манифесте коммунистической партии, написанной Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. В частности, Фридрихом Энгельсом были написаны именно принципы коммунизма. Вообще, что такое коммунизм по марксистам? По марксистам коммунизм это есть теория по освобождению рабочего класса или пролетариата. Сам пролетариат возник после промышленной революции в Англии второй половины 18 века. По марксистам вообще, в принципе, капитализм как путь не является чем-то положительным и ведет нас только к деградации. По той простой причине, что с каждым новшеством научным, техническим и так далее будет кризис и инфляция. А с каждой научной революцией, научно-технической, будет кризис и, опять-таки, инфляция, которая будет тянуться каждый раз. Помимо всего прочего, капитализм не дает нам возможности производить что-то новое каждый раз, потому что рано или поздно будет кризис перепроизводства, который, опять-таки, приведет нас к деградации. И, опять-таки, будут некачественные товары и многое-многое другое. Это мы видим с вами и сейчас, с наступлением инфляции, и это будет продолжаться еще долгие-долгие годы. Поэтому путь безденежных отношений будет выгоден. Помимо всего прочего, коммунизм есть формация, есть путь для освобождения всех по той простой причине, что началась глобализация. А с рыночной экономикой она объединила просто нас всех. И мы зависим друг от друга. Поэтому капитализм просто невыгодный путь. Еще более он невыгоден для пролетариата, как рабочего класса. По марксистам есть две противобойствующие стороны. Это буржуазия и пролетариат. Каждый раз эти стороны развивались. До этого был, допустим, крепостной феодал, а еще до этого был раб и вельможа. Это все развивалось в своей борьбе. И напоминает чем-то диалектику. Типа, борьба между двумя сторонами ведет нас к чему-то новому. И не зря данное течение опирается на диалектический материализм. Элемент диалектики плюс еще и материальное. В принципе, данное течение достаточно интересное. Но все же у него есть ряд минусов и ряд критики. Но об этом чуть-чуть попозже. Хотелось бы сказать о том, почему пролетариату живется хуже, чем всем остальным. По той простой причине, что если мы возьмем крепостного и раба, то у них есть хоть какой-то прожиточный минимум. Рабу дают хоть и минимальное пропитание, но он зато работает. И у него есть хоть какое-то вознаграждение за его труд. То же самое у крепостного. У крепостного есть хоть какой-то участок. У крепостного есть хоть одежда. А пролетариат зависит от конкуренции на рынке труда. Это еще хуже. По той простой причине, что если ты работаешь, а твое предприятие наоборот ухудшается и в принципе падает при конкуренции с другими предприятиями, то вряд ли ты вообще сегодня сможешь покушать. У раба эта возможность есть. А у тебя из-за того, что нет денег, ее нет. Поэтому пролетариату живется еще тяжелее. Ему на эту еду надо заработать. И заработать рабским трудом. Помимо всего прочего, коммунизм, как новая формация, отрицает все старое, что есть. Все старые предрассудки, религию и многое-многое другое. Что подчеркивает научность данной теории. Но все же, опять-таки, про критику мы поговорим попозже. Помимо всего прочего, труд должен быть автоматизирован. Труд должен быть облегчен на предприятиях, чтобы каждый человек мог друг друга заменять. Для этого, естественно, нужна, в первую очередь, революция и изменение системы как таковой. А для этого же, самого естественного, нам нужна почва для построения коммунистического общества. Опять-таки, тут есть много расхождений и теорий. Но все же, по марксистам, должно быть именно государство отмирающее. В манифесте коммунистической партии прописано, что должно быть демократическое государство. Опять-таки, там будет прогрессивный налог на собственность и на наследство, чтобы подготовить почву для отмирания частной собственности. И, в конце концов, постепенно это государство будет отмирать, давая нам новую почву для, как раз-таки, новой цивилизации. Цивилизации совсем иной. В принципе, поскольку не будет денежных отношений, в принципе, все будет зависеть от твоего же труда. И здесь возникает один из лозунгов и принципов марксизма. От каждого по способностям, каждому по труду. Ты приносишь что-то в общество, и общество дает это тебе. Здесь такое взаимовыгодное сотрудничество. Помимо всего прочего, поскольку нет денежных отношений и капитала, дети не зависят от родителей. Это тоже достаточно передовое, что есть. Этого, в принципе, никогда не было. Дети не зависят от капитала родителей. Потому что в наше время мы можем видеть ряд отсталых стран, которые, в принципе, по которым видно, что когда у родителей нет денег, дети голодают. Да, при коммунизме такого не будет по Марксу и Энгелесу. Одним из самых основных принципов марксизма является то, что капитал на производстве – это продукт именно общественный. Потому что мы создаем капитал все вместе на предприятии. И организатор, ну, типа владелец предприятия капитал, один не создает. Это еще делает рабочая сила. Тем самым, чтобы предотвратить весь кризис и инфляцию последующую, нужно сделать капитал общественным. Тогда не будет риска для, в принципе, нищенства и безработицы. И у каждого будет шанс и способность к труду. А следовательно и к жизни при новой экономической формации, что тоже выгодно для многих. Помимо всего прочего, в манифесте коммунистической партии прописан еще и другой пункт. Это в какой-то степени можно назвать принципом коммунизма, но все же здесь говорится также об реакционных течениях в социалистическом движении. А именно, например, консервативный социализм, мелкобуржуазный, немецкий и так далее. Что это такое, вкратце объясню. Хотя, просто советую прочитать данную книжку, потому что ее объем очень маленький. Вообще, мелкобуржуазный социализм, вообще это вместе называется реакционный социализм. Именно эти направления, они не истинно левые. По той простой причине, что, например, мелкобуржуазный социализм, а его именно члены ставят перед собой задачу как-то обогатиться после революции. А, например, консервативный социализм говорит о том, что после революции будет консервативный режим. В общем, каждая из мелкобуржуазных сторон и правых хочет найти себе место после революции. Как это делали некоторые при французской, например. Поэтому это реакционные течения и не истинно социалистические. Хотя здесь я бы уделил момент критике марксизма. Почему у меня даже есть ряд вопросов к данному течению. Во-первых, вопрос об отмирающем государстве. Как это будет происходить? Как будет происходить переход к данному? И вообще, что это за демократический режим такой? Хотя, безусловно, дата опубликования манифеста коммунистической партии это 21 февраля 1848 года. И на тот момент времени как-то мало кто думал и, в принципе, мало кто представлял демократию при государстве. Ведь дословно это власть народа как бы. Но все же. Помимо всего прочего, теория не совсем доработана. Несмотря на то, что есть ряд каких-то новых течений в марксизме, как ортодоксальный, структуралистский, неопостмарксизм. Особенно вот франкфуртская школа в этом преуспела с Гербертом Маркуза. Но все же есть много вопросов. По поводу диалектического материализма. Мне нравится критика Альбера Камю по поводу этого. Альбер Камю считает, что диалектика, на которую опираются марксисты, сама по себе не революционная. Здесь надо подчеркнуть это. Потому что это важно. Потому что диалектика – это противодействие двух сторон. Это движет прогресс. И перемирие может случаться в единичных случаях. Всегда будет противодействие, противоборство. Марксисты говорят о том, что нужно сделать революцию. Они опирают на диалектический материализм. При этом представим себе общество коммунизма. Есть две противоборствующие стороны. Буржуазье и пролетариат. Эти две противоборствующие стороны противопоставляются друг другу. Они борются. И потом побеждает пролетариат. Наступает новая эра коммунизм. Но это же перемирие. И борьба будет всегда. Поэтому рано или поздно новое коммунистическое общество должно рухнуть по диалектике. И марксисты опираются в этот диалектический материализм. Вот, что самое интересное из критики. Помимо всего прочего, также Маркс описал достаточно четко и точно именно то, что было до этого. То, что развивалось тогда. Именно здесь и выводится постулат, что именно производство определяет уровень сознания. Именно бытие определяет сознание, а не наоборот. Для немецкой философии это новшество. Потому что до этого было идеалистическое направление. А Маркс повернул все в материалистическое, что самое интересное. Вот. Посмотрев на немецкую философию под другим углом. И при этом, при всем при том, Маркс, конечно, предполагал о том, что будет диктатура со стороны монополий и корпораций. Это есть и сейчас. Но при этом развивается и мелкая буржуазия. А этого Маркс не предугадал. При этом он также писал о том, что революция будет в развитых странах. Типа Соединенных Штатов Америки или Англии. Но там революция толком-то и не произошла. А произошла, например, на Кубе. Попытки революции были в Сан-Сальвадоре, Никарагу. Это отсталые аграрные страны. Маркс пытался что-то предугадать. Но у него есть ряд интересных пророчеств, которые сбылись. Но начнем с того, что сентиментализм, который был когда-то, уже не тот. И сейчас большая часть отношений к семье только из-за денег. А не то, как было раньше. Помимо всего прочего, есть также отчуждение от труда. Что это значит, такое отчуждение от труда? За пример возьмем стул, например. Если он ручной, резной, какое-то и так далее, украшение. То мы поймем, что этот человек трудолюбив. Он вложил свою душу в стул. Сейчас есть отчуждение от труда. Нам все равно, кто что сделал и так далее. В принципе, в какой-то степени теория марксизма достаточно хороша. Но у нее есть ряд недоработок и минусов, на которые следует обратить внимание. Конечно, с этим борются некоторые неомарксисты. Но все же это недостаточно. Давайте же теперь перейдем к другим идеологическим течениям. Сейчас я бы хотел задеть именно анархокоммунизм и анархоколлективизм. Почему именно эти два понятия? Для некоторых они слишком-таки чересчур разные. Но на самом деле все просто. Анархокоммунизм и анархоколлективизм это по факту две части одного целого. И сам еще Джеймс Гильиум, известный анархист, который был знаком и с Бакуниным и Кропоткиным, писал о том, что Михаил Бакунин во времена Первого интернационала хотел тем самым названием именно анархоколлективизм отделить себя от марксистов, от коммунистов-государственников. Поэтому и назвал себя коллективистом. Ведь его философия упирает в коллективизм. Вот что самое интересное. Итак, давайте же поговорим на тему анархокоммунизма. Что это за такая теория? Свою такую достаточно утонченную форму она получила во времена Первого интернационала итальянской секции. Также ряд литератур посвятил ей Эрика Малатеста. Но более законченную форму, естественно, данная теория приобрела при Петре Алексеевиче Кропоткине. Известном российском анархисте, ученом, географии и геоморфологе. Членом российского географического общества. И даже Петр Кропоткин получил золотую медаль этого общества. Но в конце концов был арестован за свои анархические идеи. Да, вот такая ирония. Но все же, если мы берем двух анархистов, Михаила Бакунина и Петра Кропоткина, то тут их теория вообще разветвляется, и она очень разная. Поговорим о каждом коротко. Интересно, что анархизм, как течение, в России не зародилось изначально. Но большой вклад внесли в нее именно российские анархисты, что очень интересно. А самого Кропоткина даже переводили на немецкие языки. Петр Кропоткин, в принципе, как и Бакунин, отрицательно относится к капитализму и капиталистическому обществу. Что их объединяет, это ненависть к государству. А также они оба считают, что все государства идентичны. В них есть централизация капитала. А централизация капитала в любом случае приведет к тоталитаризму. Это было во многих странах. И, конечно, безусловно, анархисты могут разделять демократическое государство и либеральное от фашистского государства. Но все же они оба части одного целого по той простой причине, что есть централизация капитала. А те самые монополии, которые возникают, они поддерживают эту централизацию. То есть, рано или поздно поддержат тоталитаризм. При Гитлере, например, был свободный рынок, а также монополии хорошо развивались. Тем самым, они поддерживали централизацию. А, например, сам Лиссандер Спунер. Это, конечно, не анархокоммунист и не анархосиндикалист, а анархоиндивидуалист и предприниматель. Но все же он вообще считал то, что государство есть источник монополии. И здесь он, кстати, прав. Тем самым, он вдвойне подтверждает теорию о том, что государственная централизация, централизация в денежном плане приводит к тоталитаризму, в принципе. Помимо сходства двух этих философов, конечно, есть еще одно сходство. Это ненависть к метафизике. Потому что Кропоткин лично писал о том, что метафизика, она достаточно непонятна. Написана завуалированным языком. Можно было бы написать попонятней, поприближенней ко всем. Но нет. Помимо всего прочего, также Кропоткин отрицает антропоцентризм Агюста Конта, но при этом уделяет еще ряд статей по теме синтетической философии. А Бакунин, например, он тоже относится к метафизикам как к реакционерам, потому что их теория, она не оправдана и, в принципе, нелогична по Бакунину. И тоже в какой-то степени непонятно. Помимо всего прочего, разница именно двух этих течений, двух философских течений Кропоткина и Бакунина в том, что по Кропоткину анархия это созидание без государства. Причем-таки упор делается еще и на врожденную нравственность человека. Человек с рождения добр, имеет нравственность, совесть и многие другие человечные атрибуты, что отличает его от животного, например. Хотя у животных тоже это примерно есть, потому что именно взаимопомощь и играет ведущую роль в развитии человека, развитии кооперации и так далее. При этом у Бакунина немножечко все по-другому. Он не так детально описывает взаимодействия между коммунными и так далее. Он более упирает не в созидание, а в разрушение. Но при этом после этого разрушения, естественно, будет созидание. Но при этом хочу сказать, что несмотря на то, что теория Бакунина, она более бунтарская, она логичная и обладает каким-то мотивом. Она не просто типа давайте сейчас все разрушим. Нет. Почему теория Бакунина направлена на разрушение? Здесь я уделю некоторое время. Начнем с того, что в принципе у нас есть сейчас буржуазная цивилизация, которая остается до сих пор. Она поддерживает централизацию капитала. И помимо всего прочего, что сделала эта буржуазная цивилизация для народа? Все очень просто. Она сделала много чего. Например, продавала людей в рабство, занималась дискриминацией населения, дискриминацией женщин и многих других национальных, например, даже меньшинств. Помимо всего прочего, можно даже взять восстание в Тироле. Как оно произошло? Начнем с того, что Тироль это город в Германии. И во времена наполеоновских войн, когда Франция вторглась в Германию и решила захватить Тироль, немецкие войска решили отступить. И отдали людей на производство судьбы. Вот это и делает буржуазная цивилизация. Ей наплевает на человеческие судьбы. Люди готовы себя продавать сами. При этом люди из Тироля не растерялись. Они взяли вилы в руки и начали прогонять захватчиков. Потом, конечно, им помогла Австрия, но это немножко другая история. Буржуазная цивилизация ни до чего до хорошего не доводит. В принципе. Она делает только плохое. Она не занимается чем-то положительным. Она ущемляет свободу человека, поэтому нужно разрушение, дабы построить новый мир. При этом, если Кропоткин упирает во врожденную нравственность человека, то Бакунин уделяет время именно племенам. Есть три племени по Бакунину. Первая это славянская, немецкая и латинская. В чем их разница? Немецкая племя это, естественно, немцы. Да, немецкий народ. В чем их разница от славянского племени? Славянское племя одно из самых обширных. Туда входят поляки, сербы, некоторая часть болгар, украинцы, белорусы, русские и многие-многие другие. При этом, сами немцы, они государственники по природе. Как писал Бакунин о немцах, все народы рабы, но мы лакеи. Это он говорит о немцах, а не о славянах, если что. И славяне, в чем их разница? Славяне не государственники. Славяне жили в общине всегда. Когда наступала война, община объединялась и сражалась против. При этом государства никогда не было. Оно пришло извне. Благодаря татаро-монгольскому игу оно более ужесточилось. Ну и, в принципе, и благодаря другим людям, которые пришли извне. Так-то до этого славяне были не государственники, а даже против, против государства. Они были именно, жили в коммуне, в общине. И это отличает их от немцев. При этом ненависть славянской общины к немецкой объединяет славян и латинское племя, что самое интересное. Но все же. Также, помимо всего прочего, у Бакунина и Маркса были свои разногласия. И разница в философии, естественно. Если Маркс упирал в научный пролетариат, то Бакунин упирал именно в простое народное население. В простых крестьян. Поэтому, когда речь заходила об объединении Италии, Маркс не смотрел с надеждой на итальянский пролетариат. А Бакунин говорил, что дело в этих самых чернорабочих, именно они являются сутью объединения Италии. При этом Италия много раз объединялась. Была только государственной диктатурой, была только республикой и так далее. Это не нужно. Чтобы объединить Италию, нужно разрушить государство. Тогда все народности объединятся, по мнению Бакунина. При этом, когда мы говорим о национальности и так далее, заходит вопрос у многих. Бакунин что националист, если у него есть некоторая ненависть к немцам? Типа, безусловно, Бакунин писал о том, что Карл Маркс был немцем. Также он писал о том, что Карл Маркс был евреем. При этом, он не отрицал того, что Маркс человек умный и начитанный. Даже был членом гегельянских кружков, в которые входил также Макс Штирнер, кому интересно. Но все же, все же, Бакунин считает, что концепция Маркса государственническая. И славянам она не подходит. Поэтому гибелью для славян будет, если они примут марксизм. Они должны принять именно теорию союза социальных революционеров, бакунистов в общем. Потому что она близка именно к славянской секции, она близка к славянскому племени, так как не стоит на государственных основах, а стоит именно на общинном обществе, на общинной организации. В принципе, Бабакунину любое государство военно-полицейское также занимается фиоритурой. Фиоритура это, в принципе, такой музыкальный прием, такая завуалированная мелодия и так далее, которая хочет нас запутать. То же самое в государстве. Вообще, государство военно-полицейское, но прикрывается парламентаризмом и конституционализмом. А на самом деле это диктатура. И централизация капитала, как я говорил выше, приводит к диктатуре. Вообще, разбирая каждое положение в философии Бакунина и Кропоткина, это будет очень долго. Поэтому можно просто уделить следующий видеоролик в философии Бакунина и Кропоткина, чтобы было более проще. Давайте же здесь разберемся и с анархокоммунизмом, как таковым. В принципе, анархокоммунисты были членами первого интернационала, а также анархокоммунисты считают, что именно централизация является корнем всех бед и проблем. Потому что богатство одних зависит от бедности именно других. Все взаимосвязано. Поэтому нужно отказаться от централизации, дабы не было никакого кризиса и инфляции. А также от капитализма, потому что он тоже этим движет. Помимо всего прочего, анархисты также считают, что если бы не государство, не было бы таких крупномасштабных войн. И именно в государстве зарождается смертная казнь и репрессии. Не было такого, чтобы коммуна могла бы кого-то репрессировать. Это было только в государстве. Поэтому нужно именно опираться на коммуна. Потому что кооперация это один из демократических форм развития общества. Там нет денежной централизации и нет почвы для того, чтобы был какой-то тоталитаризм. Вот в чем самое основное. Переходя от анархокоммунизма к анархосиндикализму. Ну мы поняли с вами, что между анархоколлективизмом и анархокоммунизмом по факту нет никакой разницы. Хотя анархоколлективисты выступали, конечно, за введение талонов, но по факту они очень-таки сильно близки. Мы даже разобрали с вами теорию Джеймса Гильома. Что есть анархосиндикализм и является ли он чем-то на сегодняшний день самостоятельным? С течением времени любая теория и идеология сливаются воедино, если они близки друг к другу. То же самое произошло и с анархосиндикализмом и анархокоммунизмом, естественно. Поэтому два этих чечения слились в единое целое и не представляют ничего отдельно друг от друга. Хотя раньше разница была. Поэтому давайте же ее и разберем. В первую очередь разница между анархокоммунистами и анархосиндикалистами тех лет в тактике борьбы в первую очередь. Анархосиндикалисты выступают против сегрегации, разделения человека по полу, нации, расе, вере и так далее. Считая это лишь почвой для принуждения. Если анархокоммунисты упирают в мировую анархокоммунистическую революцию, то анархосиндикалисты упирают в синдикаты на предприятиях, в профсоюзы радикальные. Именно военные соглашения на местах. По факту анархосиндикалисты выдвигают свои требования в условиях капиталистического общества, создавая определенного рода митинги и забастовки. По факту они говорят, так сказать, хозяину предприятия и в принципе мировой буржуазии, то что если вы не будете действовать нашим требованиям, мы опять начнем воевать. И получается, две стороны заключают военное соглашение, по которым и действуют анархосиндикалисты. Именно это является почвой для последующей мировой революции. Они хотят устроить какой-то буйный революционный пожар и на основе этого построить синдикаты. Так сказать, именно это даст почву для последующего развития определенного рода коммун на предприятиях и на заводах. При этом эти союзы будут обширны и циркуляция людей между коммунами опять-таки будет, как и при анархокоммунизме. При этом анархосиндикалисты были достаточно часто распространены именно на территории Испании и Италии также. И в принципе это неудивительно, потому что анархосиндикализм это политическая концепция левого толка, приближенная к анархокоммунизму. А Михаил Бакунин, когда был в эмиграции и проезжая мимо Италии и Испании, в принципе повлиял на многих рабочих предприятий, а также на профсоюзы. Из-за чего в принципе он и стал по факту основателем многих анархокоммунистических и анархосиндикалистских групп именно в районе Европы. Поэтому в принципе многие анархосиндикалисты Испании в времен гражданской войны были бакунистами и в принципе воевали достаточно успешно на фронтах, объединяясь в синдикаты. Анархосиндикалистам также принадлежали определенного рода промышленные районы в Испании. И каждый человек, который там жил и был анархосиндикалистом, приходил на предприятие по расписанию. Сам, его никто не принуждал. Вот это и есть истинное будущее без государства, которое должно быть по факту. И в принципе членами СНТ как профсоюза анархосиндикалистского был 1 миллион человек. Такие вот были интересные и в принципе популярные идеи в Испании. И эти самые 1 миллион человек воевал против франкистов и делал это достаточно успешно. Примером будет Гвадалахарская операция 1937 года во главе с Буэнавентура Дурути, которая разнесла в пух и прах фашистские формирования франкистов. Также анархисты были распространены в Андалусии и были членами анархосиндикалистского интернационала 1920-х годов. Правда, со времен диктатуры Франка большая часть анархосиндикалистов была репрессирована и свыше 1 тысячи человек были казнены. К сожалению. Сейчас данное течение осталось и носит тоже самое название. Правда, к сожалению, членами данной организации являются уже 10 тысяч человек. К сожалению, раньше это было 1 миллион, а сейчас 10 тысяч. Но, несмотря на все это, так сказать, идея есть. Идея движется по всему миру. Хотя, опять-таки, если мы берем Боба Блэка, который осуждал анархосиндикализм в том, что он буржуазин. И, в принципе, он был сторонником скорее более анархокоммунизма. Потому что в положении анархосиндикалистов есть некоторые разногласия с анархокоммунистами. Но это и то было раньше. Сейчас эти теории слились в единое целое. И ничего отдельно друг от друга не представляют. И провести четкую грань очень сложно и нереально. Опять-таки, поскольку мы с вами разобрали большую часть положений того, что есть. Можно даже сделать вторую часть данного ролика. Мы перейдем и к критике. Критике двух этих положений. Анархокоммунизма и анархосиндикализма. Многие считают, что общество без государства невозможно. А помимо всего прочего, общество и без иерархии. Многие говорят о том, что в первую очередь нужен организатор в коммуне. При анархокоммунизме и синдикализме организатор в коммуне будет. Когда мы это говорим, нас часто спрашивают. Так это же диктатура, это же фашизм. И здесь хочется сказать только одно. Во-первых, организатор в анархической коммуне не владеет капиталом, как, например, предприниматель при капитализме. Предприниматель при капитализме владеет капиталом и распределяет его между кооперативами, между людьми. При анархокоммунизме все по-другому. Капитал, ну допустим природный даже, или какой-нибудь еще другой, он распределяется самим кооперативом, коллективом. А организатор не владеет капиталом. В этом вся разница. При этом есть свободная циркуляция людей по коммуне. И, помимо всего прочего, также есть союз вот этих коммун, который обеспечивает жизнь каждого члена этого общества. Опять-таки, многие считают анархизм нечто террористическим, опасным и так далее. Начнем с того, что это не так. Философия Кропоткина показала, что анархия это созидание вне государства. Да и в какой-то степени жизнь при государстве является терроризмом. Помимо всего прочего, также люди говорят о том, что анархизм, это часть людей, говорит о том, что анархизм является буржуазным. Об этом говорил, кстати, Мао Цзэдун. Опять-таки, анархизм это народное течение. Буржуазным он был бы в лице правительства. Здесь, опять-таки, есть некоторые несостыковочки у тех, кто является оппозиционером к анархо-коммунистам и анархо-синдикалистам. При этом, конечно, анархическое течение достаточно молодое, мало опыта, но при этом есть много примеров, как оно работало. Сирийский Курдистан, Рожава и многие-многие другие территории и районы. При этом данному течению надо подрасти. И когда оно укрепнет, можно нанести сильный и жесткий удар. В принципе, все вот эти философские течения левого толка изменили наш мир полностью. И, как говорил Петр Алексеевич Кропоткин, прав не дают, их берут. На этой ноте я бы хотел закончить свое повествование. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал Товарищанком. Также есть и во многих других мессенджерах и приложениях. Ссылочка будет в разделе о канале. А вам желаю удачи, здоровья и до скорых встреч. Всем пока!